Хотел бы рассказать, почему не выходят ролики. Ролики не выходят по одной простой причине. Потому что я очень плотно работал последние две недели. Неделю назад, в пятницу, ко мне пришла женщина вся в слезах. Ой, спасите, помогите. И, в общем-то, просмотрев документы, я понял, что сроки на обжалование у нее примерно 5 дней. А если она не подаст кассационную жалобу, то, в общем-то, ловить ей больше нечего. И, соответственно, в субботу-воскресенье я плотно писал эту кассационную жалобу. В начале недели мы это все подали и, в общем-то, ждем разрешения данной ситуации, видимо, в новом году. Более того, у нас есть движение по делу с Apple. Нам Верховный суд отказал без назначения судебного заседания. То есть, фактически, они получили нашу жалобу и решили, что так все и прекрасно. На самом деле, не прекрасно, поскольку суды рассмотрели дело, но фактически по другому предмету. То есть, мы заявляли основание, статья 10 Гражданского кодекса злоупотребления правом, то есть, что касается приема платежей. Да, ведь в один прекрасный момент они отказались принимать российские пластиковые карточки как средства платежа. А иностранные кредитные карточки, ну, пластиковые карточки Visa и MasterCard ушли из страны. Соответственно, мы видим в этом злоупотребление правом, поскольку они имеют право принимать эти карточки, имеют такую возможность их использовать. Но, однако, этого не делают. И, в общем-то, чем угнетают жители всей Российской Федерации, имеющих технику Apple. Вот. Мы, конечно, сейчас подумаем, что нам с этим делать. В принципе, вариант уже понятен. Если суды и не встаем в такой ситуации применять статью 10, значит, статья 10 нарушает наше конституционное право на судебную защиту. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю, если понимаете. А еще одно дело, которое у нас завершилось проигрышем. Мы, наконец-то, его проиграли. Это дело нас попросили ввести еще в феврале 2022 года. Там суть заключается в чем, что аренда, сроки пандемии, в общем, возник большой спор с применением постановления правительства о вот этих льготах, которые за счет арендатора были предоставлены арендатором, за счет арендодателя были предоставлены арендатором. И, соответственно, вопрос исчисления, вопрос нерабочих дней, надо ли платить аренду в нерабочие дни и так далее. Все это обсуждалось в процессе. И поскольку мы реально были должны, конечно, выиграть мы это дело не обещали, но обещали его немного подзатянуть. Значит, февраль 2022 года подали заявление. Вот оно закончилось на той неделе. Что мы за этот период сделали? Ну, безусловно, мы там заявили все необходимые льготы, которые нам были предоставлены. Мы посчитали их, естественно, в свою сторону, попросили снижения неустойки, поскольку она несоразмерна, на наш взгляд. Плюс ко всему, первое дело, которое было подано, иск против нашего доверителя, мы умудрились вернуть его без рассмотрения. То есть мы где-то месяцев восемь находились в процессе, и по результатам исковое заявление было возвращено. Но, естественно, взыскатель не смирился с этим, подал новую жалобу. И вот второй жалобой мы уже плотно занимались до конца прошлой недели. Значит, в принципе, все более-менее прекрасно. Мы затянули практически на два года всю эту историю. За это время у нас доверитель успел подготовиться к всем последствиям, которые возникают в связи с взысканием с него этих денег. И, в общем-то, доверитель доволен. Мы хорошо отработали свою работу. Но все довольны, кроме взыскателя. Вот. Так что все это прекрасно. Это все заняло кучу времени. Более того, я еще в данный момент занимаюсь языковой моделью Gigachat, которую выложил Сбербанк. И, в общем-то, которая, ну, достаточно перспективна. Конечно, она по сравнению с языковой моделью от OpenAI. Хромает немного, но это вариант, который можно использовать. И, более того, они дают миллион токенов для использования этой модели на 12 месяцев бесплатно. Каждому клиенту Сбера. То есть он может зайти в учетку и все это получить. Соответственно, для коммерсантов это стоит 600 рублей в месяц. Но OpenAI, допустим, дает это за 20 долларов, что, в принципе, существенно больше. Поэтому эти вещи, я считаю, надо использовать. В ближайшее время я планирую вывесить в нашу группу социальной сети ВКонтакте и в нашу Telegram-стайку ботов. Как раз бота на базе Сбербанского Gigachat. При этом я имею достаточно интересную переписку с разработчиками Gigachat. Да, они достаточно открыто пишут и сообщают, как использовать некоторые решения, которые они выложили. Поскольку описание на сайте SberDeveloper не очень красивое. Более того, это все еще просит сертификат безопасности от Минцифры. В общем, там все не так просто. Поэтому это тоже занимает много времени. Поэтому вот такие новости. Я решил выйти прямо в эфир. Потому что записывать это, редактировать и выкладывать сейчас просто нет времени. У нас началась новогодняя лихорадка уже. Нам назначают по три заседания в день. Это, конечно, не максимум, который у нас был. Но это все занимает достаточно большое время на подготовку. А люди, которые сейчас приходят со своими экстренными проблемами, они, конечно, выгивают нас из графика. Но по-хорошему мы справляемся. Поскольку мы не берем вопросы, которые хотели бы провалить. Мы к этим вопросам относимся ответственно. На этом все. Кстати, как вам такой формат живого потока, хотелось бы тоже понять. Потому что для меня, наверное, это будет самый простой формат общения. И, в принципе, я готов отвечать даже в онлайне на вопросы, которые возникают. И, наверное, все это должно быть как-то более-менее интересно и здорово, на мой взгляд. А уж, судя по простоте, организация этих потоков в интернете, ну, я рассматриваю это как перспективный способ общения со своими подписчиками, вот, коих накопилось уже более трех с половиной тысяч. Мы еще потихоньку развиваем свой канал на Дзене. Там тоже растут подписчики. Оказывается, то, что мы делаем, интересно людям. Хотя, в принципе, для нас это обычное знание, которым мы делимся, если придумаем, что рассказать. Вот, поэтому, если кто-то придумает, что нам рассказать, какую тему осветить, мы, конечно, с удовольствием разработаем эту тему. Если, конечно, не готовы, будем сразу ответить на ваши вопросы. Потому что большинство вопросов, которые мучают людей, уже пройдено на собственном опыте. И, в принципе, в голове есть готовые решения, которые мы могли бы просто сходу предложить, в том числе и в онлайне. На этом все. До новых встреч, надеюсь, в онлайн. И заходите на наш канал, подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт. Там очень много полезной информации, особенно на форуме. И, в принципе, задавайте вопросы, мы готовы на них отвечать.